Идем дальше. Готовы? Закончили, новички? Готовы? Старички? Третья вещь. Усилители. У вас есть тема, по которой вас знают, или вы хотите, чтобы вас знали люди. Опять, у каждого из... Одна из самых больших... Я вот сейчас с вами говорю, а вам на будущее. У вас таких проблем сейчас нет, но они могут быть. Мы, когда мы становимся... Человеческая психология, да, бизнес, инфобизнес основан на психологии в основном. Когда мы делаем что-то, в чем мы становимся успешными, наши клиенты автоматически переносят эту успешность на другие темы. Приходите... А вот что вы думаете на тему... Вот вы можете быть там тренером по продажам, а что вы думаете на тему психологии? Или а что вы думаете на тему, а как вот в политике, а как в религии, а как в экономике, и как в физкультуре, как в воспитании детей? Людям интересно. Но опять, они переносят экспертность в одной или даже нет. Есть экспертность, а есть востребованность, да, есть известность. Вот селебрити, статус известности переносится дальше, что вот раз человек такой, значит он знает, о чем он говорит, ему интересно и так далее. Так вот, натуральная, естественная тенденция, тем более если вы разбираетесь больше, чем в одной теме, а многие из вас будут разбираться больше, чем в одной теме, иначе в этом бизнесе успешно будет невозможно, начать учить вот это вот и этому, и этому, и этому, и этому. Это хорошо, это нормально, но на флаге должна быть одна, вот одна тема. Одна. Под флагом должны быть еще две. Вот триаду, рисуем триаду. Ваша задача сейчас придумать, вспомнить, понять, какие еще две дополнительные темы для этой же целевой аудитории. Вы будете когда-нибудь продвигать, а вы будете продвигать завтра. Вот что еще? Это имеет в виду переносальная денька, да, КП? Это вопрос. А, для тех, кто не слышал, да, для тех, кто не слышал, до кого доходит туго. Следующий вопрос, заданный в мою сторону, будет заканчиваться баном человека. Из-за того, ну, я серьезно, вы иначе не успеете. Задача, помните, как говорили, военно-полевые хирурги. Они понимают, кого можно спасти, а кого нельзя. Вот тот, кто задает вопросы, вы, скорее всего, уже не спасти. Так, гангрену уже, вот, вот, вот лучшее это время потратить с кем-то еще. Мягкий ответ на вопросы отвечает Костик. Вот он очень любит эти вопросы. Он даже мобильный телефон с собой включает по ночам. Что было? Пожалуйста, звоните нам. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Так вот, для всех остальных две дополнительные темы, которые, как это, комплименты, которые являются дополнением к основной для этой же самой целевой аудитории. То есть, бьют туда же. Пишем. Поехали. К вам это тоже относится. Вы тоже две дополнительные темы придумываете, вспоминаете. У кого проблема с придумыванием двух тем, вы помните? Боятся ли руки поднять? Так. Есть проблема. Хорошо. Давайте опять разобьемся на четверке. И придумайте уже друг другу темы. Ну, хотя бы несколько вариантов. И уже, ну, на самом деле, чужому, вот, коучить легче. Вот вы сегодня это поймете. Кого-то, у кого-то все понятно. Вот вы знаете, да, вот, девушки знают, с подругами разговариваешь, да, по телефону. Вот, она звонит, говорит, слушай, такая проблема. Говорит, ну, как бы, ну, там же все понятно. Ну, как бы, там все понятно, да, совсем. Вот у себя не видишь бревно зачастую, у соседа видишь все. Поэтому коучить сильно легче. Поэтому вот опять разбиваемся на четверки и друг другу придумываем дополнительные темы. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одна из больших проблем, с которой сталкиваются все новички, абсолютно все, которые пытаются с этим тут же вот кому-нибудь это продать, парень и так далее, в том, что никому это неинтересно, кроме вас. Ну, может быть, вашей маме еще. Как-то скажет, у меня сын написал, так интересно с ним. Даже ваши близкие будут от вас бегать через два дня, когда вы будете в очередной раз пытаться им объяснить алгоритмы. Вот эту вашу виртуальную реальность нужно встретить с реальностью. Давайте вот этим сейчас займемся. Вот все то, что вы сделали за последние полтора часа, давайте теперь проверка на реальность. И еще одна вещь. Здесь ее не проверить. То, что мы ее попытались моделировать в группах, это полуреальность. Рядом с вами такой же сумасшедший. Поэтому, ну, на самом деле. Поэтому это всего лишь мнение. Вот за мнение никто ничего не платит. Люди получают деньги, нет, люди готовы платить любые деньги за достижение результатов, которые они хотят. Вы не можете сделать так, чтобы они захотели то, что у вас есть. Ну, невозможно, ну, не придумали еще. Если у вас нет огромных бюджетов, хорошо, отговоримся. Если у вас есть огромный бюджет и доступ к средствам массовой информации, можно, да, научили же людей любить йогурты. Поэтому, как бы, это, да, из детства, конечно. Само собой. Так вот, если нет бюджета, то заставить людей хотеть то, что у вас есть, невозможно. Это вот то, что вы, а у меня есть уже, а я с этой темой. Я понимаю, что мы начали не с того конца. Я пытаюсь вас просто разогнать и расшатать, и показать вам, вы делаете что-то. Стенка. Так в жизни происходит. Вот вы сделали что-то, да, сбросили, сделали, сбросили. Принцип точно такой же. Как это встретится с реальностью? Первый вопрос, на который нужно ответить, это кому, вот кому. Вот сейчас забывайте все то, что вы только что написали. У новичков вам столько? Я вам практически гарантирую, что ни одна из этих тем у вас не выставит. Ну просто, чтобы вы уже не парились на эту тему, да, чтобы вы не обижались, чтобы у вас не было интимного диссонанса на тему, вот как, я столько работал, я же целых 8 часов на тренинге отработал, да, вот у меня ничего не заработало. Вот мы, вот все, чтобы, я очень хотел, чтобы вы это с головы уже сразу выгрузили на бумагу и перевернули страницу, да, чтобы у вас это не фонило или не ссирало мозги. Первое, кому, вот, кому вы будете нести свет? Кто они, эти люди? Должна быть ярко выгодна группа людей. Пишем. Это могут быть, в сложных случаях, могут быть группы людей. Тоже нормально. Причем опять, повторюсь, я это уже говорил не один раз, на многих. В тренингах и так далее. Если мы говорим про рынок и про нишу, каждый рынок, вы это уже слышали, вы это, скорее всего, нет, но я повторюсь. Делится на две большие группы. Одна, те, которые этими людьми являются, там, уже, а вторая группа, которая хочет ими стать. Позьмите пример. Вот есть ярко выражена группа людей, байкеры. Люди, которые в кожу суровой, катаются на мотоцикле, все на одном, да. А на мотоциклах в третий день начинают заговариваться. Там есть тоже две группы. Те, которые считают себя профессиональными, вот, байкерами, которые без мотоцикла жить не могут, спать не лягут. И они вот в этом братстве живут и так далее. И те, которые, вот, и куча программистов, юристов, дантистов и других истов, которые два раза за лето на Харли Дэвидсон одевают и выезжают вот в город, да. Что я тоже, типа, байкер. Так вот, монетизируется лучше вторая аудитория, те, которые хотят, у них есть хотение стать кем-то. Те, которые уже, вам их не отмонетизируют. Есть способы с ними тоже работать, но сегодня о них не будем. Мы, наша задача дать вам максимально быстро какой-то результат, это низковизящие яблоки. Поэтому ничего сложного мы себе делать, я постараюсь, чтобы ничего сложного не делать. Далее. Кому написали? Учитесь, пока вы слушаете, что-то делать. Параллельно. Второе. Об этом много говорили. Какие у них есть проблемы? Вот у этих кому три проблемы. Для новичков сразу скажу, все то, что вы напишете, будет полной чушью. Ну, сразу, но чтобы опять. Почему? И с этим многие сталкиваются. Вот ты думаешь, что у этого человека должна же быть такая проблема? Давайте так, по-другому. Никакие у них есть проблемы. А какие у них есть проблемы, которые они хотят решить вчера? Хотят. Хотят. Не должны, а хотят. Ну, один из примеров. Есть люди, которые, в Америке таких много, которые масса веса сильно превышает рост, объем и так далее. Ну, очень большие люди. Им нужно похудеть. Нужно. Ну, по здоровью. В целом, да, есть obesity, да, есть клиническое ожирение. Вот. Им нужно похудеть. Попробуйте на улице кому-нибудь подойти. И спросить. Я знаю, как тебе похудеть. Пять шагов. И что они с вами сделают? Попробуйте курильщику на улице объяснить, что курение вредно. Что он губит легкие соседи, семью свою. Да, он сильнее начнет курить. Потому что вот людям, которым нужно что-то решить, какая-то проблема. Вот если нужно, вы не продадите. Потому что если нужно, они уже найдут. Если нужно, они уже сделают. Они уже сделали. Да, вот мы работаем на хотении, на желании, на неудовлетворенности. Я не знаю, как это по-другому сказать. Вот проблемы, которые хотят решить с вашей стороны или со стороны, вообще со стороны, эти проблемы могут... Давайте так. Чем они менее логичны, чем они более эмоциональны, тем проще с этим работать. И к прочему идти... Опять, все это психология. Фрустрированные люди больше всего платят. Ну, азы, не знаю, ритейл, торговли. Если проблема, с вашей точки зрения, не стоит и выеденного лица, но человек очень эмоционально заряжен на эту тему, это то, что можно... Вот это, вы нашли то самое золотое дно. Не логические проблемы. У кого из вас есть хобби? На которое он тратит приличные деньги на себя? Какое? Какие? Ну, скажите. Рыбалка. Рыбалка, жилокис. Горные лыжи. Горные лыжи. Хождение по тренингу. Сноуборд. Сноуборд, хождение по тренингу. Хороший хобби. Гавер. Гавер и так далее. Вот. Есть ли у вас какая-то новая железка в этом вот, в этом... Какой-то гаджет, который вышел в вашем хобби, который стоит очень больших денег, но которых вы обязаны его иметь? Вот-вот-вот вы... Либо вы только что купили, либо вы точно знаете, что вы сейчас купили. Да, как... Что это? Уточка. 2000 евро. Уточка. Что еще? Айпад. Айпад, ну... Айпад, хорошо. Что еще? Носбук. Объектив. Объектив еще один, да. Вот Марат сказал. Со стороны нормальных людей, уточка за 2000 евро звучит, ну, как бы, мягко говоря, сколько можно рыбу в Ашане купить на 2000 евро? Айпад, я говорю 2000, они думают, что 2000 рублей или что-то дорого. Я понимаю. При этом тебе это не объяснить, правильно? Тебе проще подать уточку, а у нас у меня есть за 5. Вот у меня есть, которая вот сама ходит, сама ловит, сама фонариком светит, нагоняет рыбу, ловит ее и вытаскивает. Так вот, если вы находите вот такие вещи, которые эмоционально заряжены, если человек решил, и вот, как там в песне было старой, если я чего решил, то выпью обязательно. Да, вот, если решил человек, если он готов, если он... Вот эмоциональные и нелогические решения, это самое-самое-самое-самое. Опишите их. И опять, если же эту проблему человеку нужно решать, вычеркиваете. Ну, знали ему еще одна удочка? Как вы думаете? Ты сколько времени уже удишь? Ну, профессионально, года 4. Так всю жизнь. Есть ли у тебя уже рыболовные снасти? Да. Сколько? На целой комнате. Вы знали ему еще одна удочка? Да. Ваш ответ. Вы отличаются за него. Я нужна. Но если вы понимаете, что вот он хочет, давайте не будем подменять понятия. Понять, что всем мужчинам нам все нужно. Нам нужна еще одна машина спортивная. Нам вот это все нужно. Но без этого, ну как же, нельзя же без этого. Если вы видите, что со стороны вот неадекватное поведение, это неадекватное принятие решения, эмоциональное, вот это оно. Если это логическое вычеркивается. Дальше идем. Ну, не проблема. Прижний. Великий китайский вопрос. Анахуа. Боже. Я вас предупреждал сегодня утром, поэтому я еще раз соединяюсь. А зачем ему вот это, вот куда, вот что он, какое, по-другому сказать. Не зачем в плане, какой результат он хочет, какой результат он хочет добиться. Это понятно. Это логично. А зачем в плане, какое эмоциональное переживание он, этот человек, пытающийся решить эти проблемы, старается пережить. Это сложный вопрос. Вот для вашей группы, это сложный вопрос. Для вас он должен быть сильно легче. Вот какое эмоциональное переживание? У кого есть? Поделитесь. Что? Ационально? Вот, сначала, кому, какая проблема и зачем? Кому, коучи. Проблема, нет клиентов, хотят быть успешными. Проблема, нет эффективных методов работы клиентов, хотя, на самом деле, не всегда они. Переживание, контроль и силы. Хотя, это спец. Дальше. У этой же ниши, проблема, недовольны собой, счастья хормина. Окей. У меня нет обратной связи, я тут, наверное, сильно не вытаскиваю. Да? Ну, кому мужчина, зачем уверенность? А что? Вот, какую проблему делать? Участвовать. Участвовать. Решаем проблему уверенности. Угу. Не уверенность. Не уверенность. СММ-менеджера среднего и высшего звена. Реально, рациональная проблема выйти, рациональная задача выйти из оперативки, а объективно, действительно, чего хотят. Ведь очень востребованные. Со стороны сотрудников, со стороны сотрудников. Незаменимые. Не заменимые. Угу. Вот видите разницу? Если им продавать, они не говорят, что я хочу выйти из оперативной работы, чтобы меньше заниматься оперативной работой. Тут же включается страх, я выйду, и меня выпнут. Ну, как бы, ну, а зачем тогда я? Да. А если включать востребованность, наоборот, вот в другую сторону идти, если идти от эмоций, то вот туда наиболее эффективно. Хорошо. Вот вам, как нашим клиентам, будущим, постоянным, прошлым и так далее, как вы думаете, вот в нашей точке зрения, вот это что? Какой ты, вот здесь, я про это не спрашиваю, но вы все разные люди. Вот какое эмоциональное переживание мы стараемся вам дать? Легкость, лёгкость, общность, лёгкость, что ещё? Свобода. Свобода. Кайф от деятельности. Свобода, кайф. А вот свобода, кайф, какого плана? Вот от чего? От жизни, от работы, да, вот можно жить по своим правилам, делать то, что хочется, когда хочется, с кем хочется, и как бы, чтобы всё было хорошо, ничего за это не было, да? Общие слова, казалось бы, на самом деле, но если вы их транслируете через результаты куда-то вот в тело, в результаты, они начинают играть очень усиленно. Очень усиленно. Теперь давайте идём дальше. Это всё хорошо для вашего понимания. Не для ваших клиентов, не полгода, а для вашего понимания. Попробуйте клиенту какому-нибудь сказать, вот, ты коуч, и ты я тебе дам свободу и силу. И посмотрите, куда-то человек пошлёт, да, приятно. То есть вот, это хорошо для внутреннего понимания того, что происходит. Для внешнего нужны результаты. законы физики не меняются в зависимости от стабильной приложения. Что такое результаты в этом плане? стабильной 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 давайте по физике опять, был, жил человек в точке А с какими-то своими описаниями точки А. У каждого человека есть точка А, правильно? Он в этой точке оказался как бы, если мы вот просто для вас сначала объяснение для новичков, потом я его усложняю. Договорились? Вот, упрощённое объяснение. Мы берём человека из точки А, доводим его в точку Б, в которую он хочет прийти. На самом деле нет, на самом деле он хочет прийти вот сюда, в точку Б, а мы говорим вот мы его во два поведём, который по дороге в точку Б. Кто там 40 лет по Египту водит? в точке Б. Вот. Человеку нужно дать движение, но результат конечный должен не совпадать. Опять, вам объясню почему, вам сейчас пока не надо. Упрощённый вариант. Вот, есть определение точки А, вот опишите, ваши, ваши, вот эти вот люди, в какой точке Ж они находятся? Вот где, вот откуда вы их берёте и куда вы их ведёте? Вот куда они хотят прийти и куда вы их приведёте? Вы понимаете, что эти две точки разные? Вы понимаете, почему? Как вы думаете, почему? Чтобы что? Нет, мы не про манипуляции сейчас говорим. Если вы ведёте сюда, а ещё хуже, если вы ведёте вот сюда, они вас возненавидят. Правильно сделают? Ну, психология, опять, психология. Человек хочет сам добиться. Вы должны ему помочь, не сделать за него, ни в коем разе, вы должны ему помочь дойти, куда он хочет прийти. Поэтому вы его, вот вы, как экскалатор в метро, вы взяли его снизу, довезли его до верфи, а там до выхода иди сам. Принцип точно такой же. Ну, и, это во-первых. Во-вторых, вот эти точки у большинства людей нереальные. Это вот и заткнуть Абрамовича за поезд, да, размером яхты. Вот, яхт столько, океанов нет столько на земле, если реализовать желание каждого, вот яхтенное желание каждого, я уже говорил, что в жизни каждого яхтмена есть два самых счастливых дня. День, когда ты покупаешь яхту, лодку, и день, когда ты её продаёшь, чертям. Вот, следующий на таком уже с горячими глазами. Ну, факты. Поэтому вот это. Теперь для вас для вас ситуация другая. Должна быть динамика. Вот, результаты. Другие. Я ниже буду писать график. До точки А есть какая-то история. После точки А будет какое-то продолжение. Нельзя оставлять это на воле случая. Вы должны знать, через что проходил типовой клиент, через какие тернии он проходил, что у него не получалось уже. Если у него что-то болит, он на самом деле хочет купить эту удочку за 2000 евро. У него же целая комната удочек, которые недостаточно удочками являются. Для того, чтобы поймать эту самую золотую рыбку. Вы должны знать, через какие тернии он проходил, чтобы потом, как Женя говорил вчера, вы могли с уверенностью сказать, это было тогда. А вот по этим причинам сейчас будет все другое. И опять, выдумывать из головы это нельзя. Манипуляции работают ровно один раз. Открой рот, я тебе дам конфету, если там пластилин, а не конфета, она работает один раз. В случае Жени два. В большинстве случаев с вашими клиентами работает один раз. А если еще гарантии, чтобы деньги обратно вернуть, все, вы только что порветесь. Поэтому вы должны знать, что было раньше. какие проблемы сейчас проходил. И эмоционально уметь описывать проблемы. Если кто-то помнит, я когда давным-давно в ЖЖ писал полухудожественные вещи. Помню, кто-то читал в ЖЖ? Кто читал? Вот. 20 человек. Хорошо. Там почему-то был, или вот в длинных селф-лэперс, которые мы иногда пишем, там почему-то описан типичный день либо меня, либо что со мной случилось, мои переживания, которые почему-то совпадают с читателем. И ты почему-то читаешь и видишь, это же про меня. Как же так случайно случилось, судьба так сошлась, что он же вот этот человек не понимает. Да, иногда везет, как человек спросит, ну так вам, Стас, тебе же повезло. Вот. Иногда так везет. Так вот, вам тоже везло, вот здесь. Вы должны знать, что человеком происходит, вы должны уметь это эмоционально описывать. И азычу журналистики было бы неплохо, вы должны это описывать чуть-чуть гротескно. комиксы как рисуют. Их не рисуют ровно, как человек выглядит. Их рисуют крупными мазками, крупными штрихами. Вы должны уметь ярко это описывать. Ярче, чем оно есть на самом деле. Вы должны уметь использовать слово, слог. Чтобы если вы чувствуете усталость, вот если вы про себя пишете, вы не пишете, знаете, и что-то я так под устал, спасибо. вы должны если вы чувствуете усталость, во-первых, вчера говорили про эмоции, манипуляции, продажи соцены, эмоции. Вот, качель, майнинг, вы проваливаете себя, во-первых, вы чувствуете провал сильный, и описываете в описании еще сильнее проваливаете. Что я вот, и было вот это, и было вот это. И вот смотришь на этих людей серых в метро, которые толкают, которые как-то бегут, и ты понимаешь, что вот ты хочешь закрыться куда-нибудь в раковину, и что больше никого не видит. Если еще один человек, говорите с одним вопросом, или вот проходя мимо в зал тренинга, ты видишь людей хлопающие, там, хай-фай, да, как ура, Понимаешь, что вот, если, не дай бог, они вот сойдут со своего маршрута и будут тебе и скажут хай-фай, то ты не, вот, твой ангел-хранитель просто уйдет, и вот, ангел-хранитель второй человек уйдет, и ты вот такой хай-фай сделаешь, что вот, скорая не успеет доехать. И ты понимаешь, что тебе нужно просто тупо вот в этой коробочке добраться до единенного места, чтобы нечем выдохнуть, да, вот. Разница есть в эмоциональном описании? И ты это чувствуешь, ты это проживаешь. Вот, вот это, да, вот это. К сожалению, я этому научить не могу, да, потому что я не знаю, как это делать. То есть, нет, я знаю, вы не будете. Это, это, если вы, как там на любимой майке было написано, если я должен объяснить, если я это должен вам объяснять, у вас ничего не получится. Вы не поймете, у вас не получится. Пробуйте, да, читайте художественную литературу, правильно, как я сказал, читайте классику. Вот, вот, идеально, вот, идеально. Читайте классику, стихи можно читать, писать не умеете, не умеете, читайте хотя бы. Проживайте эмоции, не головой пытайтесь понять, да, а читайте вещи, которые логически нелогичны, чтобы эмоциями почувствовать то, что происходит, вот, с текстом, чтобы через какое-то время научиться это так же выражать. А чтобы научиться выражать, вот, объясню, почему не могу научить, почему вас никто не сможет научить. Чтобы выражать, нужно чувствовать, а вот чувствовать, научить нельзя. То есть, можно, для этого нужно, там, не знаю, бейсбольная бита, или там, еще что-нибудь. чувствовать мы учимся во время того, как нам сильно больно, обычно. Потому что, пик радости, мы настолько его боимся, что мы его тушим тут же. Нам хватит. Да, вот, ну, как типичная психология, что, когда у нас идет все вверх, что мы делаем, вот, в казино, если вы не профессиональная игра, в казино, там, как только вам начинает идти, вот, выигрыш, 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 что люди делают сразу? Все, нам пайк, вот, вот, чтобы не прыгать, хватит. А что делать, когда вниз? Они сидят, вот, сейчас поменяется. Я знаю точно, сейчас я переломаю, я же, я убей, я не могу быть неправ, да, мужчина особенно от этого страдает. И вот, я не могу быть неправ, мы же едем не туда, мы туда едем, мы не туда приедем, но мы едем туда, да, вот, вот, вниз мы сидим и ждем, и ждем, и ждем, а вверх мы обрезаем, вот, это психология, это, кстати, бороться бесполезно, вот, совсем бесполезно, поэтому, в целом, если вы хотите увеличить качели, Тоныч, помните вчера, Антон Моторин рассказал, так, про телефон я уже спросил, будем ждать. Могучий проголодался, не будет. Антон вчера рассказывал, как раз, про трансформацию, про перенос опыта изменения человека, вот здесь, вот, в минусе, вот, в этих раскачке, оно меняется сильнее, ты чувствуешь больше, а в русском языке в три с половиной раза больше описательных слов, негативных эмоций, чем позитивных, да, вот, к сожалению. Тем не менее, вот, вы должны знать, к чему это все идет, что, через что сейчас проходил, потом, вот здесь должна быть скоростная, здесь скоростной экспресс у вас, из точки А в точку А2, а у вас скоростной экспресс. А дальше вы продаете надежду, обещания, с гарантией, как угодно, да, это ваш сон, это не мой сон. Как вот дальше, вот так. Да, конечно, будут, то есть, здесь опять, есть два типа людей. Женя вчера поступал, мы хотим верить, но мы боимся верить. Вот именно, вот, как это, если, если перед плотным ужином вы сидите и думаете, есть мне это не есть, потому что вы боитесь поправиться, выпьете 50 грамм водки, алкоголь, прикупляя чувство страха. Вот, как прикупить чувство страха, про это немножко позже. Но вот здесь мы хотим верить, в то, что вот есть, то вот дайте, продайте нам надежду, что вот, все будет хорошо. И все будет хорошо. Жили они долго и счастливо, вы умерли в один день. Да, не зря это все во всех сказках, в конце. Вот примерно такой график должен быть. Должна быть динамика. Причем, для сильно, вот для тех, у кого получается сильно хорошо. Вот здесь, после этой динамики, вот вы должны понимать, что, вы должны заранее сказать, что сейчас, вот, будет взлет, и в какой точке будет падение. Вы обязательно должны сказать, вот, а здесь будет, и тогда у нас есть второе скоростное, когда вам надоест вот это вот делать, у нас есть скоростной экспресс номер 2, продвинутый курс, который вы только что записали, который ведет вот из-за точки А3 к точку А4 на пути к светлому будущему. Потом опять будет провал. Это нормальный цикл, личность жизни, она не меняется, хотим мы этого или нет. Вот это нормально. Вот эти циклы, это все в порядке. И кризис был, будет, и еще придет много-много-много, много раз. Неожиданно, как Новый год. В определенное время. Так вот, задача вам описать вот этот вот, вот этот путь. Для продвинутых вспоминайте Малкон Гладбул, гений и аутсайдеры. Для продвинутых вспоминайте сайта Година, Яма, провал Дэдзив, который, это вот для тех, кто следит за тем, что я пишу на сайте, и читаю эти книги, которые читаю я. Для всех остальных пишите, как умеете. Пишите динамику развития событий жизни клиентов в рамках вашего инфобизнеса. Для вас хотя бы упрощенный вариант. Вот из какой точки, вот где он находится, как он туда пришел, куда он хочет прийти и куда вы его готовы привезти. А дальше сам. Описывай, как можно. Знаешь, мой ответ. Да, 3, 4, следующее, 5, 6, еще одно, оно никогда не заканчивается. Нет предела совершенства. С этим есть большая проблема. Вы должны будете расти. Вы можете передать только то, что есть у вас, только то, что вы прожили. Вы не можете передать чужую информацию. У вас не получится. Нет, у вас разово получится феерично, зная вот все эти методики. Но постоянного бизнеса у вас не будет. Тебе я обещал, мне не просто ответить. А, я отвечу. Хорошо. Треть, вот про книги и тупорок будет позже. после этого. Тренинг. Тренинг. Да. Да. А все с ними потом расскажу. Ты, ребят, вы заранее, вы знаете, я понимаю, я им обещал, поэтому я вот второнаю здесь стою. Ребят, вот услышите ответ позже для всех. Хорошо, будет ответ. Обещаю. все, что вы слышите, это легко, но нифига не просто. Или наоборот, это просто, но нифига не легко. вот это понятно, понятно что, понятно как, но сделать это нетривиально. Валерий Кубкин. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Ну а некоторые... Продолжение следует... 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 как угодно но вот вам нужно 5-10 людей от которых вы живой получите живую обратную связь вот если вот из точки А в точку Б или из точки А в точку А2 вот с такими результатами вам нужно померить это субъективное ощущение вам нужно быть субъективное лучше никакого давайте так скажем объективно мериться это в продаже но в деньгах вы померить сейчас не можете поэтому это первая задача задача номер 2 для продвинутых для них сейчас задача вы будете подобными значит у каждого из коучить других людей легче кто пробовал уже знает точно вот помогать другим людям сильно легче чем пытаться в себе разобраться это вот наше любимое занятие значит для продвинутых задачи такая да и будет приз какой я еще не знаю я придумал будет хороший вам понравится обещаю вот задача такая из числа подопытных. Ну, или из соседей. Тех, которых вы не знаете. Вот ключевое слово, вы их еще не знаете. Откоучить за обед максимальное количество человек. Так, причем, чтобы они вам подписали, что да, вот, да, вот, помог, помог, откоучить. Ну, хорошо. Те, кто понимает это буквально, слово, вам необходимо сесть, вытащить из них, вот, где они находятся. В этой точке. Понять, были ли в этой точке, или были ли ваши клиенты в этой точке. Помочь им, вот, выбраться дальше, во два. Сразу здесь, не отходя от кассы. Вот, блиц такой, да, задачка такая. Я понимаю, что среди вас есть, там, пару маньяков, которые сейчас, вот, уже, вот, уже, вот, готовы, когда по сигналу фас, да, уже спрыгнут. Понимаю, что среди вас есть энное количество наблюдателей, которые будут за этим, смотрите, да, помните, Глент, в поисках Нему. Да, помните, как там киты разговаривали? Вот, вот, я в глазах, уже что-то вижу, такой же немой вопрос, да, что человек живет в времени, которое сильно замедлено от моего, да, вот, то есть, вот, что это было, прям видно, как тут. Раньше до имейлов, телефонов и смс-ов был Телеграмма Когда тебе Телеграмма идет, она выходила из Телеграмма по чуть-чуть И вот она идет и ты уже хочешь вытащить ее оттуда, чтобы уже почитать все А она так туды-туды-туды-туды И вот маточные принтеры, помните? Из старичков, когда вот тоже картинку наспечатали, что-нибудь длинное И вот он 8 раз или 40 раз по одной стройке проходит, чтобы тебе вот следующее И ты уже вот никак изнемогаешь Поэтому задача для тех, кто в режиме реального времени живет, пытается сделать что-то пассивно Для тех, кто живет в режиме нереального времени, значит, вам сильно понадобится За максимальное количество отковочных и подписавшихся в своих отковочных Да, будет приятно Но, но, вот вам, пожалуйста, просьба Если вас кто-то будет соблазнять какими-то бонусами Подпишись, вот потом отковочим, вот подпишись только Есть такие люди, которые сразу включаются Ага, сейчас мне нужно Лид дженерейшн 50 человек, хорошо, 100 человек Значит, я могу быстро бежать 80 Поэтому, если я им предложил вот это, то 40 из них конвертнутся Это... это... Я просто знаю людей здесь, поэтому... Поэтому предупреждаю вас Вот если кто-то из вас скажет, вот это вот было недействительно, оно будет недействительно Да, все вот, вот этот человек будет недействительно дальше Это такое интересное задание Да, необычное У нас есть час Вот час 2.30 3.30 Отсчитывайтесь Поехали!